То, что Швеция пока не присоединилась к НАТО, еще не означает, что она не взаимодействует с альянсом. Пока она официально не присоединилась к блоку, на нее не распространяется действие ключевой статьи устава, гарантирующей коллективную оборону в случае внешнего вторжения. Тем не менее, статус кандидата уже дает массу точек соприкосновения с НАТО, что выливается в совместное учение. Именно это происходит прямо сейчас на территории Швеции. Самые масштабные учения за последние четверть века начались еще 17 апреля. Их окончание запланировано на 11 мая. Так что по времени учения в самом разгаре. Для того, чтобы понять, насколько это важное мероприятие, достаточно сказать, что кроме шведских военных, в маневрах задействованы 26 тысяч военнослужащих из 14 стран. В частности, Германии, Австрии, США, Великобритании, Финляндии, Польша, Эстонии, Латвии, Литвы, Дании и Франции. Но что самое интересное, в них принимают участие военные из Украины. Уже само по себе такое событие выглядит очень внушительно. Целое поколение шведских военных ничего подобного не видело, ну а вне блоковый статус даже не давал каких-то перспектив подобного. Но заявка на вступление в НАТО все изменила и теперь это станет чем-то регулярным. Сегодня, немного южнее, начались еще одни не менее масштабные учения «Анаконда-23», большая часть которых проходит на территории Польши и стран Балтии. География участников другая. Задействованы подразделения из США, Румынии, Словении, Швеции, Латвии, Литвы и Турции. Что характерно, эти учения планировались еще с 2021 года. Но широкомасштабное вторжение Московии в Украину заставило полностью переработать планы, и теперь они прямо направлены на отработку взаимодействия разных подразделений для защиты восточного фланга НАТО от российской агрессии. Легенда учитывает то, что россиян показали в Украине, поэтому действия вооруженных сил коалиции максимально приближены к реальной картине вторжения, которую сейчас тщательно изучают наши партнеры. Ничего выдумывать не нужно, все перед глазами в полностью развернутом виде. В центральном, северном, особенно восточном направлении Польши наблюдаются передвижения крупных колонн военных машин и бронетехники. Очевидцы говорят о большом количестве американских абрамсов. Это первый день маневров, и дальше будет еще много необычного. Отметим, что в тот момент, когда приготовления ВСУ к наступлению, вышли на финишную прямую, на обоих берегах Балтики проходят беспрецедентно крупные учения стран НАТО. Совпадение? Сегодня состоится мероприятие, которое наверняка будет иметь свои последствия для Тихоокеанского региона. В апреле прошли многонациональные военно-морские маневры, которые проходили между северным побережьем Филиппин и южным Тайваня. Примерно там же китайский флот проводил отработку возможной блокады Тайваня. Очевидно, что эффекта реальной угрозы они не достигли. США и союзники показали, как они снимут блокаду, если Китай попытается подобное организовать. Сегодня в рамках Тайваньского оборонного форума, в котором принимают участие представители 25 американских оборонных компаний, заявили о намерении развернуть совместные программы по выпуску новейших систем вооружений. Программой форума предусмотрено посещение Министерства обороны Тайваня, ряда предприятий и Национально-чуншанского института науки и техники, которые занимают лидирующие позиции в области кибербезопасности. Подробности неизвестны, но речь идет о создании новых производственных мощностей в нескольких областях вооружений, а также производства высокотехнологичных дронов, которая уже запущена на острове. Здесь выпускается самая передовая электроника, а дроны имеют наилучшее соотношение цена-функциональность. Война в Украине показала важность использования дронов на поле боя и в глубоком тылу, поэтому такое направление военных предприятий набирает обороты. Сотрудничество будет по-настоящему взаимовыгодным. Кроме того, штаты намерены обеспечить выпуск военной продукции на месте из-за открытых угроз со стороны Китая. Так, они показывают, что ни на какие блицкриги рассчитывать не стоит, и что цена войны с Тайванем может оказаться такой же высокой, как и войны Москве против Украины. Штаты показывают, что мировой порядок разрушить не получится. Субтитры создавал DimaTorzok